Когда мы в последний раз признавались себе, что жизнь прекрасна и удивительна? Наверняка давно. Порой мы так увлечены своими заботами и делами, что не можем остановиться, посмотреть вокруг и насладиться тем, что нас окружает. Меня зовут Жанна, у меня есть лучшая подруга. Мы постараемся объединить все то, что может сделать нас еще чуть-чуть счастливее и свободнее. Мы поговорим о том, что волнует каждого из нас. Спросим советы у специалистов, побываем в интересных местах, но и, конечно, поговорим с интересными людьми. Одним словом, мы постараемся создать хорошее настроение и береги под позитивом. Знаешь, о чем я подумала? Захотела домашнего сыра. Вот помнишь, как в детстве на рынок приходишь, выбираешь вот тот самый деревенский? Ну, где я и где домашний сыр. Поэтому, чтобы его приготовить, я в очередной раз обратилась к нашему другу Михаилу. Привет! Шеф-повар ресторана «Панорама». Сейчас, Миша, научишь нас делать настоящий домашний сыр. Как всегда, нам нужны качественные, хорошие продукты. Заву Калининская подойдет для этой цели очень хорошо. Ну, я так поняла, для приготовления сыра нам потребуется литр молока и литр кефира. Литр кефира, да. Пожирнее, да? Ну, естественно. И нам еще потребуется 4 яйца. Ну, для сыра, я поняла, не надо их взбивать, а просто... Нет, их надо растереть. Ага. Ты запомнила? Растирать. Не взбивать, а растирать. Если хочешь, чтобы сыр получился жирный, давай положим еще и сметану. Да, хочу. Полученную массу мы доводим до кипения, остужаем, процеживаем и потом под гнет ставим в холодильник на сутки. Ну вот, наш сыр готов спустя 24 часа. Аккуратненько, это у шефа получается. Распаковываем. Это первый сыр в моей жизни, который я сама сделала вот этими вот руками. Вот эти ей помогали. Посмотри, какой молодой сыр у нас получился. Ну, я прям горжусь собой. Весь секрет приготовления хорошего домашнего сыра – это качественные продукты. Завок Оленинская. Не, ну все, я теперь умею готовить. Мне кажется, поставить на производство рублей под 500-600 за килограмм. Да, приучать, что себе ставить порядка 250, вполне. Я придумала бизнес. Что, моя дорогая, обедать? О, нет. Наверное, сегодня не получится. Работа и завал. Обещала в ресторан. Прости, пожалуйста. У меня, кстати, есть идея. Если ты не можешь сходить в ресторан, ресторан может приехать к тебе. В Панораме начала работать доставка. Заходишь на сайт ресторана Панорама и выбираешь все, что ты хочешь. Я предлагаю салатик отбивные с картофелем и флируны из лососи. В конце концов, мы же в ресторане заказываем. Да, и самое главное, совсем забыла сказать. Цены-то цены какие. Ты можешь заказать, допустим, комплексный обед всего лишь от 190 рублей и комплексный ужин от 280. Что, уже привезли? Отличное время-то прошло. Всего ничего. Вкусняшечки. Твой любимый салатик. Флируны из лососи. Ты посмотри, какая красота. Ну и, конечно, стейк. О, тебе это очень понравится. Представляешь, все блюда из основного меню предлагаются со скидкой 20%. Так, подожди, у нас же еще один заказ был. Нет, моя дорогая, это я себе. Приходишь домой, уставшая с работы, пока уроки проверила и отдохнуть хочется. А тебе еще есть готовить ресторан Панорама. Специально для тебя подготовила полуфабрикаты. Шелковая заморозка, приходишь домой, разогреваешь и все. У тебя готовый ужин. А это специально для тебя. Ну, то есть для тех, кто не умеет готовить. Заказываешь полуфабрикат и здесь краткое содержание рецепта. Ну вот, считай, побывали в ресторане, не выходя из офиса. Красиво, вкусно, сытно, а главное, экономит время. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!